Здравствуйте! Сегодня в гостях Овансены кандидат философских наук, директор музея Холокоста в Одессе Павел Козленко. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Павел Козленко, заслуженный работник культуры Украины, кандидат философских наук, директор Одесского музея Холокоста. Вы одессит в каком поколении? Я одессит в шестом поколении. Кроме одного момента, мой папа родился в поезде во время депортации из Одессы. Вообще, это очень семейная история. Она стала мне известна буквально случайно, когда я перебирал письма, которые писали мои близкие с эвакуации бабушки и дедушки. И я там обнаружил, что моего папу почему-то звали Миша вначале. И я как бы заинтересовался. Я же как бы Ефимович, почему папу зовут Миша и в чем тут как бы такая ситуация. Стал разбираться. И оказалось, была уже вагма к тому времени моя бабушка, слава богу, я был там 90 с лишним лет. И она мне рассказала историю, что когда их с папой, папа родился маленький, потом они бежали. И когда их депортировали с маленьким папой, а с ними до войны жил сосед, инвалид войны с деревянным протезом, его звали Фима. Он был часовой мастер. И он выменял бабушку с папой на корпус золотых часов у румынского офицера. И через время... То есть они остались в оккупации? Да, да. И их уже отправляли в лагерь? Да, да. И они остались живы. И бабушка назвала папу Фимой. И он стал Фимой. А в одном из писем там так и было написано, что скажите, как все-таки вы назвали ребенка? Потому что вначале мы писали «Мишенька», а теперь вы пишете «Фимочка». И такая ситуация была. Он выменял? Да. А что произошло дальше после того, как он выменял? Где они жили? Они жили в оккупации в Одессе? Да, да. И они не были репрессированы? Нет. Дедушка был на фронте. Они были здесь. Они евреи? Да. А как же они могли выжить при румынах, когда, в общем-то... Вот так выжили. Но это какой-то единичный случай. Благодаря добрым людям, которые их окружали. То есть их прятали практически. Да. Если бы кто-то донес, то досталось бы... Не то, что досталось бы, расстреляли бы добрых людей, расстреляли бы... Прятали. Были те, кто сдавал, мы знаем. Но больше, мне кажется, было хороших людей, которые помогали. Потому что так же само это поление моего отца. А поление моей мамы. Бабушка с дедушкой находились в Балском гетто. И во время высылки из Балского гетто их спрятал в капличке на русском кладбище православный священник. И они выжили тоже. И они после войны всю свою жизнь, пока были живы, на каждый праздник приходили к этому священнику и его поздравляли. Как знак благодарности. Павел, вы заканчивали какую школу в Одессе? 26-ю на Комсомольской. Что после школы у вас было? Я после школы поступил в Институт связи. Институт связи? На первый курс. Но вы сначала вас служили в армии. Я вначале поступил на первый курс в Институт связи. А то все собирали в армию. Потом меня после первого курса забрали в армию. Я служил в армии. Потом вернулся с армии. И пошел учиться дальше. Получилась такая ситуация, что когда меня только призвали, я лет не был призыв, я летом призвался. А осенью Горбачев тогда и сдал указ о том, чтобы студента в армию не брали. Но назад никого не возвращали уже. И как бы, ну понятно, да? Я как бы уже был в Советской армии. Те, кто со мной в группе вместе учился, я, допустим, я родился летом, да, я как бы попадал. А те, кто родились осенью, их не призвали. Они уже остались. И они не служили, как вы сказали, два года лейтенантами потом были. После окончания. Да, да. Ну, практически автоматически всех ребят забирали туда. Павел, а почему вот вы уже потом практически всю свою жизнь взрослую посвятили вопросам Транснистрии, оккупации, Холокоста и так далее? Что к этому подтолкнуло? Потом диссертацию вы защищали уж точно не по связи, да? Вы защищали гуманитарно. Вы доктор, кандидат философских наук, да? Почему вы в эту сторону пошли? Когда-то очень давно, лет почти 15-20 назад, ко мне обратилась жена моего дяди и сказала, что вот есть там такой-то человек в Одессе, который хочет отдать книжку, перевод главного района Румынии Шафрана о Транснистрии. Я вам скажу честно, я не знал, что это Транснистрия, тем более я не знал Шафрана, ничего вообще об этом не знал. И, ну, она попросила, я как бы с этим человеком встретился. Это был такой Давид Сакач Розенфельд, впоследствии уже почетный граждан города Подсдам, умер пару лет назад. Я с ним встретился, и он показал мне эту книжку и попросил оказать финансовую помощь на издание этой книги. Я посмотрел, вроде бы, как бы интересно, если так можно сказать, да? И помог ему эту книжку издать. Когда я издал эту книжку, все-таки он мне ее подарил, и я решил почитать, о чем эта книга. Я ее прочитал и думаю, интересно, а где мой дед был во время войны, чем он занимался, да? Знаю, что у него какие-то медали там висят на пиджаке. И я взял его военный билет и увидел в военном билете, что он воевал с марта 44-го, там, по 46-й год, по ноябрь. Я ему говорю, а где ты был все эти годы? До 44-го. Что ты не воевал? Ты что, прятался? Где ты был вообще? Что ты на фронт не пошел? Мы же как бы воспитаны были, да, в таком... Ну, он как-то так не совсем хотел что-то говорить и ничего не сказал. И тогда я спросил свою маму, говорю, слушай, где твой папа был? Что он скрывает? Где он прятался? Что его не было на фронте? Все воевали там. У того одноклассника дедушка воевал, у того... Она говорит, он был в гетто. В оккупации был в гетто при румынах и так далее. Я стал интересоваться уже своим дедушкой, да, где он конкретно был, какая была ситуация. И когда я все собрал, и до конца не понимая на самом деле глобальность ситуации, я пришел к этому же деду Саковичу. Он говорит, Сакович, есть к вам просьба большая? Он говорит, какая? Я говорю, вот мой дедушка был в Баулском гетто. Вы могли бы написать книжку про Баулское гетто? Понимаете, я думал, что это как малую землю написать, там, целину и так далее, да? А он мне говорит, ну как это, я там не был, как это написать? Все, и наш разговор закончился. Прошло там какое-то время, он уехал в Германию, он мне позвонил и говорит, слушай, есть человек в Одессе, который был в Баулском гетто, ты ему позвони, и, может быть, ты ему поможешь, и он что-то сделает про Баулское гетто. Потому что ничего про Баулское гетто вообще не было. Хотя гетто уникальное, потому что там была королева Румыния Лена, которая туда прилетала и остановила депортацию евреев. Есть подтвержденные факты, я потом могу рассказать интересные моменты. И я ему позвонил, он был человек уже в возрасте, и с таким голосом он мне сказал, молодой человек, вы понимаете, что такое книгу написать? Это не так просто это все сделать. И, в общем, я понимаю, что разговор у нас сейчас ничем не закончится. И я просто говорю ему, ну смотрите, что-то вы расскажете, что-то я у своего дедушки спрошу. Он говорит, а что у вас дедушка был в Баулском гетто? Я говорю, да, а кто? Я говорю, такое-то. Да вы что, это мои друзья, это мои соседи. Приезжайте, короче. И вот с этого все началось. Началось с того, что мы стали с ним делать эту книжку про Баулское гетто. Он писал свои воспоминания. А я понимал, что воспоминания-то прекрасно, нужны документы к этому. И стал собирать документы в архиве. И вот с этого все пошло. И в один прекрасный момент мне раздался телефонный звонок. Мне позвонил Роман Маркович Шварцман, глава Ассоциации Узников, и сказал, я хочу с вами познакомиться, давайте встретимся. Сказал, хорошо. Я приехал, мы встретились. И он говорит, вот мы там музей открываем, не хотели вы посмотреть, вот как мы это делаем. Я говорю, ну хорошо, давайте. Я пришел на Маловарноутскую в музей, две маленькие комнатки, ксерокопии газет на стенах. Два старика сидят. Я посмотрел, сказал, если вам что-то от меня надо, вот мой мобильный телефон, пожалуйста, звоните. Вышел и подумал банально простую для себя фразу о том, что неужели в миллионном городе, в котором погибло такое количество евреев, нельзя создать достойный музей. Я сказал Шварцману, что вы знаете, мне ничего не надо. Если хотите, я напишу концепцию. Я ничего не знаю, но я напишу концепцию музея, я могу как бы что-то сделать полезное. А сколько погибло примерно? Смотрите, одесских евреев где-то погибло 120 тысяч, ориентировочно. Опять же, никто не считал. Одесская область или город Одесский? С областью. Никто не считал. Никто не считал. Нету данных. Мы знаем, что где-то было порядка 80-90 тысяч евреев местных и где-то было порядка 60-70 тысяч, это были евреи, беженцы из Бессарабии Буковины. Потому что область оккупировалась с 22 июля 41 года, уже и Бессарабию раньше, и Буковину раньше. Евреи бежали сюда, беженцы. И все. И вот так все получилось. Вот то, что вы спросили, да, как я оказался здесь, так я оказался здесь. А потом это уже стало таким, знаете, каким-то, наверное, обязанностью перед теми, кто погиб, и моими в том числе. У нас там более 50 моих родственников остались лежать в ямах, в этих рвах, не считая тех, кто ушел на фронт, и многие погибли, тех, кто остался лежать в рвах, как жертвы нацизма. Мало знают, что практически часть Одесской, Николаевской, Винницкой, то, что сегодня называется Приднестровьем, это было некое такое образование, оно просуществовало года три, Транснистрия, да, некая такая, как бы, новая Румыния, которая то, что Румыния должна была получить за свое участие в коалиции с Гитлером, территориально прирасти. И был губернатор, и сидел в Оронцовском дворце нашем, на бульваре. Вот, был мэр Пинтия, да, его была фронт. Герман Пинтия, да. И многие считают, что, ну, опять же, люди же живут какими-то мифами, кто-то говорит, ой, да вы знаете, при румынах тут двери колбасой завязывали, и вообще было так все хорошо. Вы, как специалист по этому вопросу, вот как вы могли охарактеризовать, чем румынская оккупация, скажем, отличалась от немецкой? Потому что я вам сейчас скажу, вот мы беседовали с несколькими людьми, и, скажем, муж был в Одессе под румынской оккупацией, а его жена была где-то там из Одесской области, но там стояли немцы, да, и там была немецкая оккупация. Вот они как-то по-разному оценивали какие-то эти события. Один из наших членов ассоциации, бывших узников, когда мы с ним общались, сказал мне такую фразу, он говорит, что если бы я попал бы на немца, немец бы меня просто убил бы, а если бы попал бы на румыну, румыны бы издевались. И мы с вами знаем, да, в Транснистрии не было газовых камер в понимании Аушвица, этого не было, да, и концлагерей таких не было, но были страшные депортации, страшные марши смерти, мы знаем, да, из Одессы, зимой, там, января 42-го года, выселяли в Свободского гетто, гнали пешком в Богдановка до Маневка и так далее. Потому что были страшные вещи, люди полураздетые, зимой пригоняли, мой дедушка мне рассказывал, каких из Буаловского гетто пригнали в Баланивку, возле Берши, 10 километров, и поселили их в коровнике, и когда они ночью утром проснулись, то под ними лежали замерзшие трупы, лежали, они спали на трупах. Поэтому что страшнее? И вы знаете, когда одна женщина мне рассказывала, как она, будучи подростком, было 10 лет, когда их выгоняли из Одессы, гнали в Доманевку, она, бабушка и мама, и бабушка уже не могла идти, и бабушка сказала, что вы меня оставляйте, потому что иначе нас всех убьют, и они оставили бабушку под деревом, дали кружку с сухарями и ушли. И она говорит, я больше бабушку свою никогда не видел, поэтому что страшнее на самом деле? Тяжело сказать. И то, о чем вы сегодня рассказываете, что кто-то кого-то мог выкупить, они, в общем-то, были достаточно продажными. Они были нищие? Они были, да, они были продажными, и они были готовы за что-то, чего-то. У меня семья отца была в оккупации, и вот моя покойная бабушка рассказывала о том, что она ушла на базар или куда-то ушла, вернулась, квартира пустая, все вынесли. Она пошла жаловаться кому-то, ну, сказали соседи, что проходили солдаты, румыны, все вынесли. Она пошла в какую-то ближайшую комендатуру куда-то, вот, офицер ее внимательно выслушал, перетянул на гайкой, и все. Вся правда закончилась? Вся правда закончилась, да. Поэтому вот как-то 10 апреля у нас в семье всегда был такой настоящий праздник, потому что город от этой нечисти освободили. Скажите, Павел, вот я был несколько дней назад у вас в музее, и вы рассказывали о том, что будет строиться новое здание, да? Расскажите об этом немножко. Мы планируем, ну, во-первых, вы были в музее, вы видели этот двор, куда вы заходите. Вы видите наше здание музея. На мой взгляд, это недостойно той памяти, которую эти люди, которые погибли, заслужили. И маленький музей Чекнама-Варнамутска, это был какой-то старт 11 лет назад, где мы заявили о том, что мы существуем, и о том, что есть такая тема. Мы с этого выросли. Сегодня из Прохоровской... Кстати, музей бесплатный, всегда был бесплатный. Всегда был. Музей всегда бесплатный. То есть все, кто хотят что-то знать о той трагедии, которая была с еврейским народом, приходить и узнавать. И мы решили в Прохоровском сквере, где есть мемориал «Дорога смерти», скульптура «Фонтан слезу Раба Царотели», «Аллеи праведников», мы решили там построить новый музей. И тогда город получит еще одно такое мультикультурное пространство, да? Под открытым небом, где будет такой дискретный комплекс «Мемориал памяти жертв Холокоста». Почему Прохоровский сквер? Потому что там собирали евреев для депортации в 41-м году. Это была отправная точка, когда все начиналось, там собирали людей и депортировали. Поэтому Прохоровский сквер. Молдаванка, ремесленный район, рабочий район. Большая часть еврейского населения до войны это были ремесленники, рабочие, разных профессий. Они там проживали. Капиталистами они не были, потому что капиталистов убили еще к 20-му всех. Большевики с ними закончили. Большевики закончили. Капиталистов там уже нет. Да. И поэтому решили это строить в Прохоровском сквере. То, что мне рассказывали очевидцы, что в 41-м году, когда была героическая оборона Одессы 73 дня, единственное сообщение было морем, то в общем-то практически негласно говорили, что евреям лучше отсюда всем уехать, оставаться здесь не нужно. Хотя Одессу никто же не собирался сдавать, и до последнего говорили, что Одессу не сдадим. Но тем не менее, многие считали, да нет, это все ничего такого. Слушай, зачем многие? Мой прадед, в Балтии мой прадед, когда все эвакуировались, он говорил, не надо никуда ехать. Я в Первую мировую был в плену немцев. Это культурная нация. Они нас евреев не трогают и не тронут. И в числе первой, когда 7 августа зашли немцы в Балтовом, он был среди первых, которых расстреляли. То есть многие не верили в это. А вот то, что вы рассказывали и показывали фотографии в музее, это даже не столько фотографии, это даже диорама такая, мини-диорама, да, о том, что в расстрелах непосредственного участия принимали немцы-колонисты. Да. А немцы, так сказать, военные, они в основном так наблюдали, как бы организовывали этот процесс. Да. А почему среди немцев-колонистов было такое вот движение? Почему? Или это, собственно говоря... Смотрите, ну не от национальности зависит в данном случае, от человека зависит, да? Кто-то прятал, кто-то убивал. Мы знаем праведников, там, я знаю, там была в Балтском районе семья Корменбеф, это были немцы-колонисты, семья была, которая спасала. Мы знаем, я знаю, армянские семьи, которые в Одессе спасали. Сегодня еще жива одна праведница Данильянс, которая спасала. То есть тяжело сказать. Что кем двигало, непонятно. Скажите, вот самое яркое событие вашего детства, или яркие события вашего детства, вот самые яркие, которые остались в вашей памяти. Знаете, у меня столько было, на самом деле, ярких событий в детстве. У меня дедушка был директор школы, уважаемый был человек, историк, много лет проработал в городе директором. Для меня всегда были яркие события, когда я приходил к нему в кабинет, где собирались... А какой школы? 122-й. А то есть вы учились не у дедушки в школе? Нет, нет, нет. Он, когда встал вопрос, какую школу мне дать, он сказал, не в той, где я директором. Иначе у него не будут знания, но будут хорошие оценки. А мне нужны его знания. И все. Одно из ярких событий, когда я приходил к дедушке в школу, после своей школы, к нему приходил, и у него в кабинете собирались директора разных школ, и они обсуждали книгу, как сейчас помню, «Рыбакова, дети Арбата». Тогда выходило в сами издате много книг, они всегда какие-то вещи обсуждали. Я всегда получал удовольствие от уровня общения, от интеллигенции, от интеллекта этих людей. Многие сегодня еще живы, эти директоры школы. Я с некоторыми даже поддерживаю отношения, и даже с некоторыми встречаюсь. И мы вспоминаем какие-то вещи, потому что я был мальчиком маленьким, они мне рассказывают, ты помнишь, как было это, как было то. На самом деле яркое, на мой взгляд, впечатление, потому что я считаю, что какие-то вещи в моем воспитании, вот это сыграло свою роль. Скажите, а какие были счастливые дни или счастливые моменты во всей взрослой жизни? В одной из событий, когда мы выкупили в Балтии здание синагоги, как я называю, выкупили из плена здание синагоги, которое отобрала советская власть, куда ходил молиться мой прадед. Они его отобрали, сделали там вначале склад, потом военторг, потом узел связи, а потом у нас заброшенные туда ходили, гадили, пачкали. И у меня всегда была мечта, и у многих моих соратников, чтобы это здание выкупить и это все сделать. И вот тот день, когда мы договорились, мы судились много лет, и ничего не получалось. И когда мы договорились и выкупили это здание, я в это здание вошел, просто уничтоженное, как разорванная душа человека. И я подумал, боже, неужели мы сможем это все сделать? У меня даже эти фотографии, 5 лет назад, как мы туда зашли, и то, что мы сделали там сегодня, для меня это такая мыцва, знаете, по-еврейски есть такое слово, это такая мыцва в памяти от моих всех, которые лежат на том Балском кладбище, например. Вот это такое для меня важное было. И сейчас она функционирует как? Мы сейчас продолжаем ее реставрировать. Она сегодня функционирует как синагога. В Балтии есть еврейская община, там собираются на еврейские праздники. Мы на втором этаже, там два этажа у нас, на втором этаже мы создали музей истории евреев Балского уезда. Она идет к завершению. Очень интересный этнографический, краеведческий музей, которого нету в таком уровне, там вообще нигде нету. И это все останется, на самом деле, громадетой. Никто с собой никуда не заберет. И Балтский район получит еще одну культурную точку. Вы верите в Бога или только в себя? В Бога тоже верю. Короче, правда, тоже. Скажите, Павел Ефимович, вот в чем для вас разница, если такова и существует, между национализмом и патриотизмом? Для меня патриотизм, я уже говорил, для меня патриотизм — это не хождение по улицам. Для меня патриотизм — это конкретные дела, сделанные для своего города. Если нас вот с вами четверо, пятеро, шестеро, мы что-то можем хорошее сделать, давайте скинемся по столу гривен, купим банку краски и покрасим в парке скамейку. И вот это любовь к городу, это любовь к своей стране. Вот для меня это патриотизм. Я как бы вот украинский еврей, я на самом деле горжусь, что я живу в Украине, потому что считаю, что Украина великая на самом деле страна. Великая страна. И когда едешь на машине по Киевской трассе, смотришь направо и налево, и какие-то речушки текут, какие-то озера, и деревья, и хаты, и люди, и все, ты понимаешь, что радуется душа, что ты в этой стране живешь. Но есть вещи, которые мне не нравятся. И мне не нравится, когда кто-то считает, что он выше кого-то другого, когда одна нация ставит себя выше другой, не понимая всего этого. Если по сути разобраться, то мне неприятно, почему я нахожусь, что я на нас меньшинство какое-то. Что я тут на нас меньшинство, где тут все мои жили, тут пять поколений, и внесли вклад какой-то. Это я ношусь на вклад в украинскую культуру, на самом деле, своим каким-то творчеством, какими-то своими поступками и делами. Почему нас меньшинство, я не могу понять этого. И так далее. То есть, говорю еще раз, я за патриотизм, который можно потрогать руками. А национализм? Смотрите, национальная идея может быть хорошо, национальная самоидентичность может быть хорошо. У нас есть в Одессе при облахе администрации национальное культурное общество, где представители всех национальностей, которые живут в Одесской области, и украинцы, и русские, и гагаузы, и грузины, и так далее. Все классно общаются, все друг друга улучшают в своей кухне, проходят какие-то мероприятия культурные, обмениваются историей своих. Это интересно. А если уже кто-то должен во главе угла сидеть, что он старше, а я там сижу в конце, что я младше, вот это мне не нравится. Последний вопрос. Павел Афимович, какой вы видите или хотели ли вы видеть Украину лет так через 10? Лет через 10? Я бы хотел видеть Украину без нищих на улицах, чтобы это была самозастаточная, некоррумпированная, действительно европейская страна. Потому что мы ценности проволошаем европейские, а какие-то наши действия далеко не европейские. Хочу жить в безопасной стране, чтобы мы в уверенной стране, где ты уверен в завтрашнем дне. Чтобы мы были с вами, ну понимали, что мы утром проснулись и мы живем в своей независимой стране, где никто завтра не сможет нас лишить недвижимости, мыслить, думать. Мы же знаем, у нас же есть прецеденты в истории, когда нам не дают и мешают. Вот я этого не хочу, чтобы была свободная, нормальная страна. Я на самом деле, если честно, все-таки надеюсь, что доживу до того времени. Я помню, когда еще в советское время нам говорили, вот там надо потерпеть 10 лет, и вот мы там будем жить хорошо и так далее. Понятно, жизнь хорошо у всех по-своему. Я всегда говорил, ребят, я же потом Богу не скажу, ты извини, я 10 лет не жил, вы там экспериментировали, 10 лет ничего добавьте, правда? Вот и сейчас я хочу сказать, что хочется жить хорошо, хорошо понятие растяжимого, но в принципе хорошо сегодня жить. Понятно, мы можем планировать, что будет через 30 лет. Жить хочется сегодня хорошо, даже неправильно слово, хорошо, достойно. И когда говорят сегодня, что большие тарифы, надо снижать, я говорю, ребят, проблема не в тарифах и не в цене газа, что он большой. Проблема в том, что люди не могут заработать. Государство должно говорить, да, есть европейские цены на ресурсы, но вот вам возможность, чтобы вы могли заработать эти деньги и эти ресурсы оплатить. А заработать можно только нормальной регуляторной политикой в государстве. А когда я знаю мои соседи, пенсионеры, получающие полторы тысячи гривен пенсии, которые проработали тут 50 лет в этой стране, в СССР и восстанавливали эту страну, а сегодня они нищие, ну как бы недостойны этого и неправильно. И все политики, приходящие к власти, должны иметь ответственность за те обещания, которые дают. Спасибо. Спасибо, Павел Ефимович, что нашли время. Спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на ванн-сене был Александр Мордань и человек, который посвятил и продолжает посвящать свою жизнь тому, чтобы мы помнили, что такое нацизм, что такое фашизм, и чтобы никогда этого больше вновь здесь не было. Спасибо, Павел Ефимович. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok